привет дорогой зритель меня зовут александр архипов и ты на продолжение серии видео уроков по программе capture в этом уроке мы разберем что такое dmx mover и dmx rotate инструмент dmx mover позволяет двигать ваши предметы по оси x y или z давайте разместим такой элемент он находится библиотеке встроенный dmx mover мы его перемещаем куда угодно дальше мы переходим в дизайн выбор предмета и переходим к настройкам нашего dmx mover что стоит учитывать при настройках нашего dmx mover первое это по каким осям он будет двигать предметы сегодняшнем примере мы будем использовать его как лебедку для этого по оси x мы выставим 0 по оси y мы выставим минус 5 метров почему минус мы будем опускать предмет а не поднимать его если бы я установил 5 метров то наш объект поднимался бы на 5 метров наверх мне необходимо его будет спустить соответственно минус 5 метров и по диапазону z это будет 0 и теперь после настройки нашего dmx mover давайте привяжем объекты к нему для этого мы выберем объекты которым мы хотим применить dmx mover и в разделе дизайн выбор приборов прибор движения выберем наш dmx mover конечно при создании dmx mover лучше сразу назначить ему название но поскольку в роте он всего один поэтому я его буду использовать без названия после того как мы это сделали соответственно нам необходимо выбрать наш dmx mover и при помощи панели управления заставить двигаться наши предметы если такого меню у вас нет то не забывайте включить его отображение сегодня мы разберем еще один манипулятор а именно dmx rotator позволяющий вращать наши объекты для этого мы перетащим его на нашу плоскость и в отличие от dmx mover у нас важно где будет установлен центр ведь именно от центра dmx rotator будут вращаться все наши предметы в настройках нашего dmx rotator можно будет установить на какое количество градусов он сможет поворачивать наши объекты а также начальное значение градусов от которого он будет отсчитывать наш диапазон к примеру у нас 360 градусов и вращение объекта будет производиться от 0 до 360 но если я поменяю альфа источник скажем градусов на 90 то вращение будет производиться от 90 до 450 градусов и так выберем объекты которым мы хотим применить наш dmx rotator и укажем ему прибор движения dmx rotator после этого выберем непосредственно сам dmx rotator и начнем вращение наших объектов по сцене также стоит обратить внимание что если вы применили dmx rotator он сейчас находится в повернутом состоянии то двигая объект в одну сторону он будет двигаться на 3d модели в совершенно другую сторону ведь по факту в данный момент он развернут на определенный градус и так мы познакомились с инструментами контролями движения